Всем привет и добро пожаловать на канал Плэйтхом! И мышка, но лично мне в таких играх удобнее на клавиатуре, поэтому выбираем ее. После у нас идет выбор цвета кожи, пол. Носит ли он обувь? Нет, абсолютно нет. Ну скажем, нет других вариантов, у нас все равно нема. И далее идет небольшая кастомизация. Знаете, смотрю я на него в таком одеянии, знаете, кого мне напоминает? Такая Лэнс Айленд версия Нейтана Дрейка из Uncharted. Вот не знаю почему, сразу вспомнился именно этот персонаж. Я бы его оставил, но все-таки хочу немножечко тут кое-что подшаманить. Сделаем его вот таким, например. Почему бы и нет? Все, готов, отправляемся. Итак, мы на острове, приплыли сюда на плоту. У нас тут есть что? Есть спальник, есть какой-то небольшой чемодан, где мы можем хранить вещи. Кстати, по поводу вещей и инструментов, у нас на старте доступен меч, топор и кирка, да, для стандартного базового выживания. Дальше, по инвентарю. Вроде как ресурсов новых я тут не вижу, а темная эссенция у нас добывалась в пещерах. Дальше, что касается еды и выращивания разных культур. Маракуйя, по-моему, тоже у нас такая была, хлеб вроде как тоже был. Ну, будем, да, смотрите, разбираться. А строительство? А строительство у нас много таких вот замочков. Верхняя часть, она была и ранее, а вот все остальное, по ходу, мы с вами должны будем либо находить какие-то схемы, либо покупать, либо изучать какими-то разными вариантами. Но тут много чего можно будет посмотреть, да. Есть что построить, есть что сделать. Ладно, значит, сейчас основная задача нам это ознакомиться с островом, найти место, где мы будем строиться. Конечно же, найти, где мы с вами можем посещать разнообразные пещеры, где водятся все эти монстры, с которыми мы будем сражаться ради темной эссенции. Ну и не забывать про фермерство, потому что нам нужна идеально ровная территория для установок всяких грядок и плантаций. Поэтому будем к этому сейчас готовиться. А еще я тут вижу, у нас есть мост сломанный, который требует 80 камней и... Лаймстоун, что это у нас там, известняк, по-моему, да? 40 единиц известняка. А там, кстати, у нас какая-то фиговина болтается. Вон в самом низу. Интересно, ее можно собрать? А если мячом по ней долбануть? Не, это какая-то типа кувшинки что-то, да, наподобие того. О, бочки. Сразу добываем. Что там, получили? Уголь, там камыши, либо рогоз какой-то идет и еще детали. Главное, я точно помню, когда мы будем бить и рубить древесину, вовремя отпрыгивать, потому что на некоторых деревьях есть осиные гнезда. А это очень может плохо сказаться на нашем здоровье. Так что, да, надо будет сразу отпрыгивать, либо просто вообще мимо проходить таких деревьев. А пока немножечко подолбим камушка. Сколько там? 80 единиц его надо, да? Сейчас здесь быстренько надобываем. Главное попадать в эти белые точки, когда загорается. Это увеличивает урон на ту самую добычу. Суммарно получили 21 единицу. Хранится у нас в карманах может 150, будем называть, килограмм, да? Сейчас у нас 21 уже есть. Глину пока не трогаем. О, домик, кстати, есть чей-то. Но я по-любому к нему пристраиваться не стану. Будем строить свой. Хотелось бы где-нибудь на берегу, как и в Бенке. Мне это чертовски понравилось. Максимальная атмосфера, да и вообще просто выглядит классно. Добыли. Тук-тук. Есть тут кто? Возьмем меч в руки, вдруг какой-нибудь монстр появится. Нет, тут никого нет. Как, в принципе, и этой стены. А добыть? А, добыть мы это все можем. Ну, давайте заберем. Знаете, вот кто смотрит игру в момент выхода, именно по дате, буквально недавно мы закончили проходить Last Stand of Termas. Игра вот в таком же виде, вид сверху, то есть бегаешь по открытому миру, только там были зомби, и здесь у нас будут монстры, плюс еще строительство, выживание. Что-то вот наподобие. Это отдаленное, понятно, но чувствуется такое, знаете, чувствуется общая схожесть какая-то. Все, у нас здесь пусто. Единственное, что еще посмотреть, это фонарь вот этот, но, к сожалению, мы его... А, разобрать? Нет, он не разбирается. Только можно его заправить. Ясно, понятно. Ну, пойдемте дальше туда изучать всю эту территорию. Я пока не вижу ни одного местечка, где бы я хотел построить дом. Потому что какие-то все одни браки странные, какие-то переходы. Мне нужна ровная территория. Это мы добыли. Дальше. Ну, черника. Черника наше все. И здоровье, и еда, и энергия. Абсолютно... О, смотри, известняк, походу, да? Сейчас добудем его. Хм, крепкий малый. О, сломался. 33 кусочка, неплохо. Еще один готов. У нас уже 76. Да, главное бутылки собирать. Нам нужны стекла для окон. Пошли дальше. А вот здесь неплохая территория. Теоретически, вот здесь можно будет возвести дом. А здесь заняться фермерством. Прямо такую, знаете, небольшую грядочку забубинить. А, у нас здесь еще один мост. Смотри. Требуется 80 древесины. Слушайте, а куда он там ведет? Ну, давай посмотрим. А, там еще один требуется потом мост подремонтировать. Ё-моё. Ну, такая территория. По-любому на этот островок мы не сможем как-то оплыть его и зайти, не починив мосты. Иначе бы, конечно же, у них просто потерялся бы смысл. Тогда будем строиться, да. Ну, возводить и ремонтировать их. Пока дальше продолжаем изучать. Черники маловато. А, кстати, еще одно я вижу. Надо собрать. Надо прямо огромное количество поставить разнообразных ферм, где будем выращивать именно этот продукт. Ну, да, по поводу точечного удара. Это ясно, понятно. Собрали. Куда тут бревно у нас ведет? А там, походу, ничего такого и нету, да? Просто небольшой такой вот у нас выступ есть. Вот здесь бы я, наверное, построился. И территория такая достаточно атмосферненькая. По поводу вот тут есть посмотреть. Слушайте, а здесь ровно все достаточно. Может быть, действительно имеет смысл заняться возведением домов. Ну, точнее, не домов, а домика. Я просто хочу отдельно мастерскую сделать, отдельно именно основную хижину. Да, это, наверное, был неплохой бы вариант. Хочу придачу, здесь есть пляж. Слушайте, ну, шикарно. Прямо идеальное место для выживания. Да, наверное, на нем мы и остановимся. Только сперва. Давайте тогда еще немножко прогуляемся. Может быть, какие-то более интересные места найдем. Ну, и придачу нам нужно дальше подсобивать ресурсы. Еда и камни. Это для нас сейчас основа. Глину, естественно, пропускаем. Ну-ка, центр острова. Ага, у нас здесь есть водоем. Может быть, прямо на нем, кстати, построится. То есть, будет вроде как и город, точнее, не город, а домик на воде. Но все-таки уже будет где-то в глуби острова. Надо обдумать. Надо пока так запоминать местечки. И территория здесь достаточно ровная. Наверное, для грядок неплохо подойдет. О, камушки. Хотя нет, знаете, вот долблю камни. И думаю, что в глубине острова строиться нет никакого смысла. Попробуем лучше где-то на берегу. А туда были. Пока что у нас остается интересная локация только одна, да? Если сейчас что-то найдем с другой стороны, то будем туда уже, может быть, присматриваться. А, и там обратно к домику вышли. Здесь какая-то прямо тропинка. Сейчас заодно и узнаем, куда она нас ведет. А ведет она на другую остров. Угу. Слушайте, у нас, по сути, хватает камней. Мы будем мост ремонтируем. Сейчас еще, у нас я как-то еще один добуду. Вижу, там черника наверху и еще один камень по правую сторону. Нам надо, главное, найти торговца. В дымке у нас был корабль около острова, где мы могли менять, покупать разные материалы, продукты, оружие, важно, да? Так что нам нужно что-то наподобие найти. Ко мне добыли. Чернику не пропускаем. Сразу забираем ее. Где там этот был мост? По-моему, прямо-таки над нашим платом. Вот он. Да, можно отремонтировать и... Вуаля, готово. Бридж Уотер Таун. А, то есть там прямо полноценный город. Угу. Здорово. Доброго дня. Что это за место? Это Бридж Уотер. Ну, здесь, в общем... Этот товарищ его зовут Геральт, он тут работает мэром. Угу. Если вы решите жить на этом острове, остерегайтесь темноты. Многие путешественники его посещали, но так типа и не вернулись. Понятно. Пойдемте смотреть, что у нас тут есть. Слушайте, а здесь прямо полноценный поход у городок-то у нас имеется, да? В этом напорочке стоят. И фермы имеются. И пиратский таун. Ну, пиратский город. Пойдем посмотрим. Угу. С тобой можно пообщаться? С ним даже можно не то, чтобы пообщаться. С ним можно поиграть во что-нибудь. Нет, а какая-нибудь торговля у тебя есть? А, у тебя где только это, да? А в дом зайти к тебе? Можно. Неплохой, кстати, домик такой. Прям очень неплохой. Даже второй этаж есть. А, вон, смотрите, вижу корабль стоит. Возможно, именно там у нас... О, стоп. Ягоды. Разобудем их. Именно там, наверное, мы с вами... А, это не корабль. Это вообще лодка торчала у нас. Слушайте, ну... А, во, оружие продается здесь. Оружие. Так, сколько стоит 130 монет? Угу. А, вот и корабль, да? Тот самый. А у тебя что есть? Да, в общем, он занимается продажей всего. Можно купить. Можно продать. Берет сапфиры. Здесь фиолетовые копья какие-то есть. Но урон... Сколько? 800 монет. Слушайте, ну, это слишком пока дорого. Только разве что почку продать, да? Здесь у нас еще щиты. Угу. И самое, что интересно, у нас потихонечку начинает тут темнеть. Сундуки, кстати, никак не открываются. Пойдем наверху еще посмотрим. Не, ну большой город. Действительно большой. Здесь у нас какая-то кузня. Фиолетовые дубины разнообразные. Материалы продаются. Железо. Здесь можно, наверное, будет плавить, либо покупать уже готовое. Кстати, дом, смотрите, написано продается. Беккери Клоусет. Две тысячи. То есть можно будет приобретать свое такое жилье прямо внутри города. Фермер-маркет. Магия здесь. Чего тут только нету. Слушайте. Я предлагаю, наверное, Е. Да, здесь как раз овощи и фрукты, наверное, можем продавать и покупать. А почем черника нынче? Продажа и покупка десяткой трешки. Понятно. Я предлагаю, наверное, Е сейчас все-таки вернуться к нашему плотику, переспать там, да? Пропустить ночь. А после, по утру, мы начнем заниматься строительством своего жилья. Где там у нас он находится? Вот он. Спать. Быстро. Быстро ночь прошла. Прямо шикарно. Значит, предлагает это, да. Будем строиться на том месте, которое было озвучено ранее. Сейчас нарубим древесины и начнем строительство. Первое пошло. Главное, чтобы не было ус. Это для нас самое важное. Знаете, что надо посмотреть? А что нам требуется для кровати, чтобы можно было в взятом доме ее установить? Понятно. Все доступно. Падаешь? Нет. О! Сколько нам требуется? Нам ресурсы... А, у нас 150 уже здесь. А для фундамента у нас идет... А, нам еще и камни нужны будут. Де-моё. Ладно. Побежали тогда к тому месту. И начнем строительство. Вот оно, да? Так, значит, что мы делаем? Нам надо с вами сейчас тогда поставить фундамент. Мы его будем цеплять... А, к воде, стоп. Мы его подцепить не сможем. Слишком низко. Надо как-то его вывести вот сюда. Допустим... Нет, допустим, наверное, даже подальше отойдем. Это надо все убрать отсюда. Да, мечом побыстрее. Чтобы не подсказать, здесь будут осы. А, нет. Других тут нет. Это хорошо. Это радует. Пусты сети вырубаем. И начинаем теперь точно ставить именно сюда. Первое. Где-нибудь вот здесь будет находиться. Второе. Третье. Так, а как мы будем там поставить? Ну, давайте, допустим, пускай будет идти вот в таком формате. Пока сделаем небольшой домик, да? Дальше. Лестница у нас пока здесь не делается. А, дерево требуется. Сейчас подсобираем его. А, то, кстати, у нас находится прямо под фундамент. Его не забрать. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Дверь мы с вами поставим. А, кстати, так мы сейчас сделаем. А меняется местами. Она у нас... Вон. По 15 древесины уходит. Нифига себе. Я сказал себе, не дешевое такое удовольствие. Ну, ладно. Дверь у нас будет вот тут. О. Вот так вот. Дальше сделаем боку окошечко. Дальше. Мы сделаем еще, наверное, такое же вот здесь. А, больше мне не хватает. Не хватает на что, интересно? По-моему, стекол и... И дерево. Да уж. Ну ладно. Надо порубить еще немножечко. Начну с тебя. Березка, кстати, похоже на нее, да? Дерево тоже отсюда уберем. Все равно будем здесь фермы строить. А, осыпали. Закусали. Ладно, сейчас они отсюда должны будут улететь. И мы спокойно продолжим урубить. Будет как хватает там древесины для того, чтобы какие-то еще дополнительные основания около дома сделать. И можно... А, по десятке. А, нет, не по десятке. По штучно получается нам капает. Ладно. Здесь мы сделаем небольшую такую верандочку. Открытую, естественно, мы ее... А, стоп. Вот так вот мы сделаем. Готово. Лестница нам не нужна. Пока. Это у нас как ставится? А, слушайте. Это прямо можно даже вот так, да? Оформить. Раз, два, три. Почему бы и нет? Дальше нам требуется... Блин, нам нужны стекла. Нам реально нужны стекла в огромном, походу, количестве. Здесь у нас будет закрытая стена. Аналогично. Да, мы здесь тоже закроем ее. Надо бы находиться кровать. А вот сюда нужно окно. Еще одно окно. Либо не делать его там. Нет, все-таки надо. По поводу кровати. Значит, она у нас есть. Сразу же поставим вон туда, в уголочек. Шикарно. Нет, все-таки, конечно, что я хочу сделать. Вот это, наверное, мы удалим. Вот это. И поставим обычный... А, кстати, смотрите. У нас здесь второй, тридцать, четвертый уровень, пятый. Крышу можно сразу модифицировать. Да, раньше немножко все это иначе выглядело. Где у нас заборчик? Вот. Это готово. Здесь точно так же мы закрываем. А что, по-моему, неплохо. Реально неплохо. Хотя бутылку найдем. И сделаем еще окно. Самый главный вопрос. Где теперь ее найти? А, слушайте, а что там для крыши требуется? А, та самая глина, да? Угу. Ладно. Сейчас тебя тоже мы добудем. А что у нас здесь находится? У нас здесь какие-то небольшие островки. О, здесь сразу монстры. Слушайте, а раньше монстры были только с учительной пещерой. А, смотрите, они здесь уже на поверхности находятся. Это мелкие тараканы. Ну, как мелкие? Там уже не мелкий стоит. Знаете, кого мне напоминает? Вот этот товарищ, который покрупнее. Такой... Большая версия зерга. Это, значит, такой чисто вот оттуда, да? С этими клешнями. Сколько там надо по нему ударов нанести, чтобы размотать. Ну, я действительно удивлен тому, что у нас пермотра на поверхности находятся. Не только в пещерах. Только, наверное, с них будет один фиг падать. Тёмная материя. Даже по ударам видно, да? Когда мы ударяем, у нас такая фиолетовая кровь не уже... Ну, выщёлкивается. Вливается. Ну-ка. Да, материя. Материя. Слушайте, ну хорошо. Ладно. Сейчас мы шагурина добудем. Там ещё какая-то у нас мелочь пузатая ползает. А, не только он. Там ещё один здоровяк. Самое главное, они, походу, что-то здесь охраняют. Смотрите, здесь бочки есть. Слушайте, а может быть в бочках есть стёкла? Нет, там какая-то труба. Вот хлопуха, как будто бы, да? Какая-то от автомобиля. Ну, это номер... О, сундук. Сундук и... Какой-то здоровенный камень. А на нём символ. Сейчас мы разберёмся с ним. Главное уворачиваться. Чёрт, нифига себе, как он задел. Срочно отжираемся ягодами. Главное не передержать удар. Промазал. Слушай, ну он жёсткий тип. И это только на самом верху. Это на самом базе получается. Я больше представить, что у нас теперь будет находиться в пещерах. Там, где как раз этот самый мрак и находится. Нет, ну тут нужно оружие поинтереснее. Чё, мы с голыми кулаками, по сути, да? Без ботинок, без всего, без брони. С самым обычным мечом. По 4 урона накидывает. Да, это будет долго. Но главное, что это возможно. Сделать и возможно победить. Не добывается. Давайте, наверное, сразу известняк ещё добуду. Это есть. А в бочках чё? Угу, тоже металл. По поводу прохождения, ребятки, вы в комментариях черканите. Интересно вам эта игра. Интересно вам узнать, что будет дальше. И если да, то обязательно продолжим. И если нет, значит, значит, что игра вот тут вот уже должна выйти. И, соответственно, можете тоже в неё поиграть. Вон, у нас сегодня паук остался. Но я бы позалипал. Я бы реально позалипал. Тем более, вы знаете, я любитель всяких выживалок. Для меня это вот сейчас основа всех игр. Где-то есть надо выживать, и я только за. Тут минус, товарищ. А чё ящики здесь в этом? Ну давай какое-нибудь интересное оружие. Но хоть что-нибудь ради чего-то сражались. Ну, изумруды есть, монетки есть. Слушайте, а сколько у нас денег суммарно? 13 монет. Слушайте, ну, это будет долго. Да, если 2000, для того, чтобы купить магазин, это действительно будет очень-очень долго. Значит, символ какой-то у нас, он светится. Никак с ним взаимодействий у нас никаких нету. Поэтому, наверное, дальше двигаемся. А тут, если мы вокруг острова обойти... Хотя нет, вот видите, у нас уже дальше как-то не уплыть. Ладно. Пойдём тогда в сторону дома. Тоже темнеет. А ночь, ночь она такая, она страшная. А ещё подумал. Наверное, мы не будем ставить на той стене, про которую изначально разговаривали, когда отправлялись на поиски бутылки, да, за стеклом. Мы не будем там ставить окно. Мы там сделаем, наоборот, лучше обычную закрытую стеночку. Лушниковую. И туда к ней можно будет сделать чуть позже перестройку. Или какую-нибудь лестницу. Специально для того, чтобы можно было выходить на второй, треть, там, и так далее, этажи. Так будет, наверное, даже правильнее. Меня сейчас интересует, знаете, что ещё? Нагрета мне не хватает. Здесь требуется камень. Дальше здесь тоже. Верстак. 50 дерева. Так, это мы набудем. Стуль. Во, освещение. А, железо требуется. А, цветочки, горшочки. Ну, давайте сделаем клофода вот тут. А, хотя, слушайте. Что, ковёр есть? Нет, лучше мы, наверное, какое-то освещение сделаем. Да. Так, отбой пока. Мне нужна сейчас стена обычная. Вот эта. Мы сюда поставим, а наверх мы сделаем лестницу. А, стоп. У нас, наоборот, здесь же вход идёт. Получается, вот здесь у нас будет находиться лестница. С этой стороны, около окна. Либо, может быть, даже какую-то маленькую поставим, как вариант. Ладно, надо поспать. Готово. Дальше. Попробуем сейчас крышу туда сделать. Хотя, есть ли смысл, если мы будем всё равно выводить сюда лестницу? Я так не могу понять. А, она у нас здесь, получается, всё-таки встанет. Но она будет выходить на второй этаж сразу же. Получается, она должна быть как-то вот здесь, с этой стороны. Это неудобно. Нужна угловая. Угловая вот. Да, около окна сразу же. Допустим. Вот так у нас она будет идти. Следовательно, мы сейчас заходим и поднимаем. Сюда здесь окно как-то не в тему. Ну, ладно, пускай пока будет. Потом поменяем. Если что, это никаких проблем нету. А здесь у нас проблемы сейчас с деревом, походу, будут. Да, пять единиц осталось. Хотя нет. Не буду здесь ничего сейчас ставить. Стоп, отбой. Это удалить. Это удалить. Нужна просто крыша. Только вопрос, какую мы будем ставить. Одна скатная. Кстати, вот такую мы с вами и сделаем. Нужна ещё. Нужна ещё крыша. И глина. А, вот она рядышком есть. И дерево. Камушки у нас тут ещё есть. Смотри, сколько черники, а. Прямо рядышком и растёт. По идее, этого количества, что я сейчас насобирал, должно нам хватить на много. И даже, кстати, на первую грядку. А здесь... А, сейчас, 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 сейчас. Сейчас ещё пособираем чуть-чуть. Вот, у нас тут трава есть разнообразная. Как раз таки идеально для сбора. А, что-то камушки есть. Стоп, а камни у нас сейчас 75. Нормально, тогда влезут. Единственное, я помню, чтобы воду переносить, нам тут не ведро требуется для полива, а леечка. А лейку-то мы изготавливать сейчас-то и не умеем. Нам либо надо выходить как-то в железо, либо, может быть, оптимальным вариантом, как и ранее, когда мы с вами играли в демку, надо было её просто приобрести у торговца. Надо будет прогуляться туда на рынок, посмотреть, что у нас за соседи. Всё-таки, действительно. Ну, наверное, уже в следующей серии, если захотите её увидеть, да? Пойдёмся посмотрим. Если какие-то интересные вещи, сразу будем делать меточки, куда нам приходить, что закупать. Вот, ну и, конечно же, будем дальше уже развивать и смотреть, что у нас тут есть по возможности строительства. Ну-ка. Так, крыша. Меня интересуют крыши сейчас. Вот эта у нас была. Раз. И такая же вниз идёт два. А, неплохо, в принципе. Ну, такой простенький, уютненький домик для старта. Прямо отлично. Железа здесь у нас, да, не хватает. На тумбочку тоже требуется железо. Кавер, наверное, пока делать не станем. Нам нужно сейчас колодец будет для набора воды. И грядки. Кстати, да, давайте, наверное, с них и начнём. О, кстати, смотрите, а грядку прямо здесь можно пристраивать. Нифига себе. А, это интересно. Здесь можно прямо будет какую-то водную ферму туда сделать. Но мы всё-таки будем её пока строить где-нибудь вот здесь. Как раз именно вся пристройка пойдёт отсюда. Дерево не хватает. Это не проблема. А сейчас хватает? А сейчас хватает. Так, значит, колодец там мы поставим где-нибудь вот здесь, наверное, да? Вот даже с этой стороны. Стоп, а у нас там не будет мешать грядки, кстати? Давайте. Лучше туда поставлю. О, готов. Так, а добывать мы с него всё-таки... А, вот так вот. Всё-таки можно. Всё-таки добывать воду можно, но нам требуется либо лейка, либо какое-то дополнительное ведро. Ну-ка, по поводу посадок сейчас мы проверим. Если взять, допустим, ягоды. А, ягоды у нас сразу идутся. Ну-ка, так. Во! Мы здесь можем сразу сами всё брать и выращивать. Ну, там три куста закину. И надо будет нам идти тогда за покупкой лейки. Ну, какие-то ресурсы можно будет продать. А всё остальное мы уже, соответственно, оставим для себя. Так, тут столы у нас есть. Да, цветки разнообразные. Столов под их поставить, как вариант. Немножко большие. Это вообще гигантские даже. Ладно, не будем пока ничего городить. Когда будет железо, соответственно, тогда уже всё будем подготавливать. Предлагаю на этом моменте серию первую прикрыть, остановить. И увидимся уже тогда с вами в продолжении. Я, кстати, знаю, куда поставить горшки. Маленькие причём. Раз. Чё, подери, а? И вот тут так вот. Два. О! Явно лучше, да. Ну, если что, удалим тоже. Не проблема, мы поменяем и переделаем. Всё. Пишите, что думаете по поводу игрушки. Интересна ли вам она будет в плане прохождения на канале. Да-да, нет-нет. Лайки, дизы, всё по стандарту. И либо увидимся в продолжении, либо в следующих игрушках. Всех вас люблю. Обнял, поднял. До новых встреч. Всем пока. Да, но вообще нам надо будет ещё в идеале сходить в пещеру и посмотреть, как на самом-то всё дело выглядит. И реализованно. Вот теперь точно. Всем пока.